Ты любишь FullRP серия? Тогда загляни на канал Holloway, парень снимает хорошее видео по сампу на таких проектах как Gambit и LS Project. Не пропусти новые видеоролики, ссылочка в описании. Салют, братишки и серенки у микрофона, мистер Кей, ну а как могу быть иначе? В этом ролике я решил поднять важную для многих тему и разобрать плюсы и минусы FullRP режима в сампе. Очень многие говорят об этом, устраивают разборки между собой, спорят о правильности тех или иных действий и хотят наконец-то увидеть то настоящее РП на многих сериях, о котором так давно наслышаны. Действительно хороших FullRP проектов в СНГ немного, но конкретно о ком-то из них я говорить не собираюсь, будем брать обобщенно. Начну я с плюсов, чтобы у ярых защитников этого режима сразу не начал бомбить и они смогли бы досмотреть видео до конца, а уже потом высказывать свое мнение в комментариях. Как многие из вас представляют для себя FullRP режим, это отсутствие неадекватных игроков, боязнь потерять жизнь своих персонажей, строгое соблюдение ПДД, ну и конечно же максимально подробная отыгрывка своей роли, в основном через чат. Как же еще показывать свой скил? Это и есть первый плюс. Действительно, на серверах с FullRP режимом администрация очень серьезно настроена отреагировать даже на маленькие нарушения. ПД иметь на таких проектах получится с невероятным трудом, так как достать оружие с большим количеством патронов нереально. Да и само понимание того, что тебя окружают такие же знающие суть РП процесса игроки, создает комфортную атмосферу. Ко второму плюсу я отнес полицейские погони. На FullRP СРА государственные службы, в частности полиция, работает крайне слаженно. Между всеми игроками есть координация через TeamSpeak и происходит живое общение во время погонь. Вдобавок, патрульные машины постоянно катаются по городу, а в воздухе частенько можно увидеть полицейский вертолет. Все вместе это дает зрелищные, опасные и реалистичные погони. Особенно становится крутым, когда в них участвуют десяток полицейских машин. Идем дальше. А к третьему плюсе, коем является творчество. На FullRP режимах очень популярны ССКи, то бишь истории в скриншотах, выкладываемые на форум. При их создании вы становитесь нереально творческим человеком, который начинает делать красивейшие отыгровки, что у каждого дух захватывает. Составлять такие истории, а потом читать их очень интересно. Четвертым плюсом, как бы это ни было банальным, я выделил отсутствие читеров. UCP регистрация это реальная блокада для желающих спортить жизнь этим FullRP задротом, пройти через которую дается с невероятным трудом. Как минимум из-за затраченного на это дело времени. Потому что попадя на сервер, вряд ли удастся нанести большой вред. Администрация тут же среагирует и заблокирует вредителя. А потом появится вопрос, стоило ли это потраченного времени. Ясное дело, что нет. К последнему пятому плюсе я отнес свободу выбора роли. Поскольку на FullRP серверах чаще всего преобладают стандартные роли, такие как бандит, коп, гражданин и спасатель, то особо фантазировать не приходится. Некоторые проекты даже готовы предоставить вам все необходимое для отыгровки той или иной роли, начиная от одежды и заканчивая финансами. Это значит, что прогресса как такового нет. Вы постоянно занимаетесь тем, чем вам нравится и просто приятно проводите свободное время. В итоге у нас вышло 5 плюсов. Если хотите дополнить их, то пишите в комментариях свои предложения, а я перехожу к минусам. Первый минус, вытекающий из последнего плюса – отсутствие прогресса. Все мы люди. Все мы хотим достигать чего-то нового, получать бонусы за эти достижения и так далее. Но некоторые сервера с FullRP режимом лишают игроков такой возможности. Кому-то на это без разницы, но абсолютному большинству через какое-то время надоест играть. Это реальность. В прошлый раз, когда я заявил подобное, то меня сразу же начали оскорблять, называть Ашотом, Адвансером и прочими неприятными вещами. Однако я буду стоять на своем дальше. Переходим к следующему минусу. Чей свои игроки, то бишь чувство собственной важности. На всех FullRP серверах раздел жал просто переполнен. Каждый ставит себя выше других и считает своим долгом пожаловаться на другого Ашота, который не умеет отыгрывать РП. Самое главное тут, что 80% игроков такие. Люди не хотят признавать собственных ошибок, учиться на них. Они считают, что и так все прекрасно знают и люди должны учиться у них. Из-за этого возникает много разногласий, споров. На самом деле людей с ЧСВ много в абсолютно разных играх. Но в сампе они сосредоточены в первую очередь на FullRP серверах. Вся отыгровка на FullRP серверах целиком происходит через чат. Целиком. Все зависит только от того, насколько правильно и быстро ты опишешь свои последующие действия в чат. И не дай бог ты ошибешься, тебя сразу же загнобят. В результате РП ситуации затягиваются на целые часы, из-за чего люди сильно устают. Играть на серверах, где на отыгровке удаляется наименьшее внимание, намного проще. Последний минус под номером 4, который я смог для себя выделить, это маленький онлайн. На всех FullRP серверах в СНГ онлайн очень низкий. Это говорит не только о том, что там собрались избранные. Вовсе нет. Людям просто надоедает долгое время реально задротить отыгровками. Хочется большего. И самое главное, что развитие FullRP проектов не предвидится. Они так и останутся в самой нише сампа. По итогам у нас выходит больше плюсов, чем минусов. Но все-таки минусы весьма тяжелые. Каждому следует делать выводы конкретно для себя. Напишите свое мнение про сервера с FullRP по режимам в комментариях. Поставьте лайк этому видео. И подпишитесь на канал, дабы у меня тут очень много интересного. У микрофона был мистер Кей. Удачных вам игр.